Напомним, законопроект о поправке Конституции, внесенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января этого года. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению, срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта. Поступающие инициативы обсуждаются на совещаниях рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию в тематических подгруппах. Так, на последней встрече рабочей группы, которую провел президент Владимир Путин, одной из тем обсуждения стало закрепление в Конституции вопросов поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей. В январе члены рабочей группы провели активную работу по обсуждению предлагаемых поправок в регионах. Обсуждение прошло и в Нинецком округе. Как отметила председатель региональной общественной организации Ассоциация родителей Нинецкого округа Елена Абеленцева, большое внимание было уделено социальному блоку. Это подразумевается индексация всех пенсий, пособий и социальных выплат на государственном уровне, закрепление этого в главном законе страны. Ну и, конечно, немаловажный аспект – это установление минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. Условия, в которых живут и воспитываются дети на окраинном севере, они не совсем просты. И поэтому вот этот аспект совершенно немаловажный. И количество вопросов по нему было самое большое. Она добавила также, что внимательно следила за обсуждением вопроса о поправках в Конституцию во время встречи главы государства с членами рабочей группы. Я поддерживаю выступление члена рабочей группы Ольги Баталины о том, что на сегодня семья нуждается в защите своих ценностей, своего суверенитета и установлении единых понятий о родителе и о принципах воспитания. И считаю, что это наше будущее в целом. Это фундамент государственности. Здорово, если мы сумеем закрепить это в тех изменениях, которые мы планируем. Также на встрече с главой государства поднимался вопрос о роли некоммерческого сектора в социально-экономическом развитии государства. Речь шла о закреплении в основном законе страны задачи по содействию развития общественных организаций. Я считаю, что это хорошее предложение. В целом это станет гарантией постоянной поддержки некоммерческого сектора со стороны государства, а также со стороны регионов. Некоммерческий сектор, в моё мнение, повысит качество жизни в регионах, а также и будет стимул некоммерческого сектора к активности. Сооснователь лаборатории Касперского Наталья Касперская высказала предложение о внесении поправок в 71-ю статью третьей главы Конституции, в которой отражены все сферы жизнедеятельности, находящиеся в видении государства. По мнению Касперской, в этот обширный перечень необходимо внести сферу информационных технологий и оборота данных граждан. Она также добавила, что в дальнейшем это позволит формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов и обеспечить единый подход к правам и свободам граждан на всей территории Российской Федерации. Оставляет в интернете след, это его как личное дело, как моё цифровое «я». И по нему можно очень много сказать о нереальном. Конечно, сейчас вам скажут многие, что эти данные не персонифицированы, то есть нельзя указать на конкретного человека, связь провести. Но высок соблазн это сделать, высок соблазн накопить эти данные и принимать решения в реальной жизни на основании его человека, информационного следа. Поправки как раз направлены на то, чтобы эти данные были в видении государства. Я считаю это правильно, что данные такие, это личное дело каждого человека, и они должны быть защищены. И если это сделано будет на уровне Конституции, я считаю это очень хорошо. Напомню, в январе Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ряд реформ, требующих изменения Конституции. После этого была сформирована специальная рабочая группа, задача которой – подготовить предложение для поправок. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Леонид Шишелов, Телеканал Север.